В Украине присутствуем уже более 20 лет и действительно, наверное, до 2009 года активный вопрос о привлечении клиентов и не становился. Соответственно, наверное, правила этики в работе существовали, но чтобы их еще применять к привлечению клиентов, но такой вопрос особо и не возникал. Теперь такой вопрос возникает. Еще маленькое небольшое отступление. Говоря об этике, помнится, лет 10 назад работа еще в другой украинской юридической фирме. Мы решили подготовить небольшую декларацию украинского юриста, принципа украинского юриста. Как раз на уважаемом юридическом форуме компании Лига ее разместили. Помнится, там как раз много говорилось об этике и реакция посетителей форума на это слово. Это были 2000-е годы, уже вроде не 90-е. Юр-бизнес, этика, разве мы не знаем, как все у нас делается, решается в судах. Ну и такие простые слова, которые вроде бы должны быть приемлемы и понятны для юристов, они встретили шквал достаточно серьезной и большой критики. Ну, соответственно, возвращаясь непосредственно к привлечению клиентов этических способов, ну и, вновь-таки соглашусь с коллегой, что прежде всего надо смотреть нормативные источники, это правила адвокатской этики. Ну и вот самое интересное правило с точки зрения рекламирования, привлечения клиентов уже прозвучало, что, в общем-то, напрямую-то предлагать свои услуги нельзя, то есть никакого прямого маркетинга. Но если почитать и, в общем-то, попытаться, если мы, как бы, там, наверное, многие юристы являются адвокатами, вот, то, соответственно, если сделать все по букве вот этих правил и попытаться себя прорекламировать, ну, наверное, как бы это будет такое вот большое объявление, в котором есть обязательные пункты, которые должны содержаться, наверное, но будет не очень красиво эстетически выглядеть, то есть вот если вот так вот рекламировать, как говорят правила адвокатской этики, и не пользоваться вот средствами технологического прогресса, то, наверное, как бы, до этого действительно юридический бизнес бы не ушел. Вот интересные примеры из этого же документа. Ну, вот, например, многие на своих сайтах или в своих публикациях размещают отзывы клиентов о позитивной работе. Вот, если, как бы, вчитаться в правила адвокатской этики, как бы, это тоже делать, в общем-то, нельзя. Поэтому, наверное, здесь нужно, юристы всегда, мастерски могут толковать нормативные акты, ну, и, соответственно, здесь могут уже найти способ, как бы, так вот непрямо процитировать клиента. Вот, то есть это вот еще один пример того, как, собственно, у нас в Украине это регулируется. Ну, и, наверное, последний пример уже, чтобы закончить с правилами адвокатской этики. Наверное, многие говорят, что вот наша юридическая фирма обеспечивает надежную защиту ваших интересов, обеспечивает законность. Вот, наверное, как бы, если вновь-таки вчитываться в правила, то это тоже не совсем то, что они разрешают. Почему? Потому что нельзя, как бы, отдельному адвокату, в общем-то, использовать те принципы, которые присущи адвокатуре в целом. Вот, то есть, как мы видим, если мы действуем исключительно в рамках вот той регуляции, которая существует, наверное, юристы себя очень активно и правильно рекламировать не смогут. Вот, хотя, наверное, рекламировать действительно надо, особенно вот в период вот такого, наверное, второго кризиса, который у нас возник. Спасибо.